друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня у меня на канале будет обзор на обновленную младшую модель в линейке poco poco m3 pro m3 обычная вышла в конце прошлого года и наделала довольно много шума за счет своей низкой цены и довольно неплохих технических характеристик ну а вот сейчас мы получили обновленную версию с приставочкой про да еще и версии 5g на новейшем чипсете от мтк dimensity 700 данный чипсет практически всем лучше чем snapdragon 662 который стоял в младшем брате poco m3 во-первых он создан по 7 нанометровому техпроцессу а не 11 нанометров как было в snapdragon здесь повышенные частоты да и вообще производительность выросла практически на 50 процентов но так ли хороша новая модель и что помимо улучшенного чипсета мы получаем и заслуженно ли данная модель носит приставочку про в этом обзоре попробуем разобраться m3 pro поставляется в такой же традиционной желтой коробочки ну и помимо чипсета данный телефончик получил у нас экран 90 герц к сожалению он лишился довольно знаковой фишки которая была в м3 стерео звука но чем-то приходится жертвовать не может все быть так вкусно нас встречает кармашек poco в котором традиционно находится скрепка куча всякой макулатуры на вот такие вот рекламные стикеры пока если вы захотите оклеить ими свой компьютер или просто стены макулатура ну и конечно же чехольчик вот такой вот обычный недорогой прозрачный с традиционной заглушкой в районе usb порта откладываем все это в сторону достаем смартфон это же пока откладываем сторону и извлекаем комплектацию здесь довольно толстенький usb type-c кабель ну и зарядное устройство здесь у нас на 22 с половиной ватта хотя сам телефон поддерживает быструю зарядку на 18 ватт ну то есть здесь у нас положили блок питания с запасом ну и краткие характеристики мы видим здесь на упаковке mediatek 700 который поддерживает 5g 6 половиной дюймов full hd плюс экран 90 герц батарея 5000 миллиампер ну и 18 ватная быстрая зарядка который я уже сказал основная камера на 48 мегапикселей и два бесполезных модуля как их называю маркетинговые дырки на 2 мегапикселя это макро и портретник телефончик смотрится очень и очень неплохо надо сказать что он является абсолютной копией ну или братом xiaomi redmi note 10 5g который доступен в китае и на глобальные рынке данный телефон на поставляется именно под видом poco m3 pro но по сути это два абсолютно одинаковых телефоны и 10 5g вы также можете найти на алиэкспрессе я взял телефончик такого черного цвета и он довольно стильно и строго смотрится здесь половина корпуса ну больше его часть такая вот блестящая которая будет собирать отпечатки пальцев ну и сверху вот этот вот левый угол у нас выделен черным написано здесь poco design by poco ну и сам модуль камеры но как мне кажется дизайн корпусов обычный m3 был гораздо практичнее с его шершавым корпусом под кожу и мне кажется что именно такая фактура смотрелось бы гораздо приятнее чем вот этот глянец но что имеем то имеем на правой стороне кнопка включения с интегрированным сканером отпечатка пальцев ну и клавиша регулировки громкости на левой стороне мы видим сим платочек который к сожалению для poco у нас комбинированный не знаю почему экономит здесь на 7 лотках в обычных сяоми идут полноценные сим лотки а poco на нас экономит комбинированный лоток и вам придется выбирать либо две симки либо симка и sd-шка благо у меня версия на 128 гиг и здесь мне будет гораздо проще ну а если вы взяли младшую версию 64 гигами внутреннего хранилища у вас будет дилемма снизу мы видим одинокий динамик напомню здесь он моно тайп си для зарядки синхронизации ну и микрофон ну а сверху три с половиной миллиметра здесь у нас отверстие под инфракрасный порт и дополнительный микрофон шумоподавления хотя вот эта тройная решетка изначально смотрится как еще один динамик но нет повторюсь к сожалению про версия стереозвука лишилась большая фронтальная панель 6 с половиной дюймов full hd плюс ну и здесь большой глазок у нас фронтальной камеры все это дело прикрыто заводской пленкой так что вы изначально будете защищены попользовался я телефонам уже порядка полутора недели готов поделиться с вами всеми плюсами и минусами данного устройства что действительно нравится нравится дизайн этого устройства и действительно телефончик смотрится очень нарядно но в то же самое время строго хотелось бы конечно дизайн задней крышки как у поко м3 традиционного но и данный вариант мне действительно очень нравится причем вас есть выбор на более цветастых расцветок синий и желтый но я думаю что большинство будет предпочитать именно такой строгий стиль сканер отпечатка пальцев интегрирован в кнопку включения и работает он надо сказать очень хорошо очень шустро каждый раз когда мы прикасаемся кнопки происходит разблокировка не так шустро не так быстро как хотелось бы но тем не менее очень точно и очень четко на текущий момент времени здесь у нас версиями уай 1205 и я уверен что данный телефончик совсем скоро получит обновление до версии 12 5 ну и 13 версии соответственно у меня старшая версия 6 128 и никаких вопросов к производительности нету экран 90 герц он очень плавный действительно мне нравится как работает данный смартфончик но очень круто никаких подлагов никаких фризов абсолютно нету по экрану экран надо сказать что довольно средний нет здесь никаких вопросов по яркости цветопередачи нету но тем не менее запаса яркости не хватает то есть если мы выкрутим на максимум то даже на улице могут возникнуть небольшие проблемы ну и приходится в помещении использовать где-то на 70 80 процентах чтобы нормально все было видно что касается батареи 5000 миллиампер да она стала меньше чем в обычном m3 где было 6000 миллиампер но тем не менее здесь у нас процессор мтк даймэнсити 700 который построен по 7 на на метровому техпроцессу и более экономично расходуется чем у snapdragon 662 и по времени работы у меня в моем скажем так типичном каждодневном стиле использования смартфона телефончик живет ну примерно столько же сколько лежала версия пока м3 с аккумулятором 6000 миллиампер два с половиной три дня в игрушке я не играю вообще но а использование телефоном у меня за эти два с половиной три дня где-то порядка семи часов экранного времени этой соцсети этой и интернет этой youtube различные там немножко фото видео в общем но стандартное скажем так использование смартфона вообще даймэнсити 700 и мне действительно очень нравится и по всем тестам он на плюс-минус равнозначен snapdragon 732 g по большому счету здесь каких-то кардинальных различий нету но тем не менее данный процессор свежий повторюсь он по новому техпроцессу создан да и плюс еще и поддерживает 5g то чего нету семьсот двадцатого и семьсот тридцать второго ну а по тестам здесь все довольно неплохо antutu показывает триста двадцать с половиной тысяч попугайчиков но это для версии 6 128 насколько я знаю 4 64 показывает чуть меньшие цифры и это действительно примерно такие же цифры мы видим при тестировании семьсот двадцатого и семьсот тридцать второго snapdragon а в общем здесь каких-то вопросов к производительности абсолютно нету geekbench показывает уверенные цифры пятьсот тринадцать на 1 дро и тысячи пятьсот два на все 8 опять же таки результат плюс минус аналогичен тому что мы видим в семьсот тридцать втором snapdragon по коммуникациям здесь все отлично модуль вай фай 2 диапазонный bluetooth 5 версии и nfc присутствует здесь у меня 300 мегабит выдает провайдер и их же я на скачку и получаю на загрузку чуть меньше но опять таки здесь я виню скорее не телефона своего провайдера внутренний накопитель здесь ufs 22 и отличная скорость что на запись что на чтение более 300 мегабит я получил на запись и пол гига на чтение очень хороший результат для бюджетного устройства за 11 12 тысяч рублей gps всегда проверяю здесь все было великолепно шикарнейшая точность 2 метра 23 спутника в использовании практически все они были зелененькие ну и поймал спутники он тоже очень быстро так что данный телефон в качестве навигатора вы сможете использовать без всяких проблем ну и в живой производительности скажем так я поиграл из пабджи и в асфальт и в кар x в общем никаких вопросов не было причем тот же пабджи играется на на высоких настройках с hd текстурами так что данный смартфончик вы без проблем сможете использовать как игровое устройство причем к аккумулятору и заряду аккумулятора он относится весьма бережно даже во время игры я поиграл чуть больше часа смешанные скажем так игры и вот за этот час времени у меня убежала порядка 17 процентов заряда аккумулятора что я считаю вполне себе сносным результатом но давайте посмотрим как идет пабджи на этом устройстве в общем идет вполне себе годно и никаких вопросов в 3d игрушках у вас точно не возникнет что касается модуля камеры здесь он нельзя сказать что прям таки выдающийся основной модуль на 48 мегапикселей причем это сенсор омни и vision не самсунговский не сониевский омни vision с такими сенсорами я не так честно надо сказать сталкивался и в принципе по большому счету по качеству съемки он на недалеко ушел от своего собрата но тем не менее качество самих фото снимков здесь очень и очень неплохое фронталка здесь вполне себе среднего уровня ну я бы не сказал что прям таки огонь но и пожаловаться откровенно на нее я не могу она позволяет делать вполне годные фотографии на улице но в помещении детализация заметно падает что касается видео но видео к сожалению не конек данного телефона да здесь присутствует электронная стабилизация но съемка ведется только формате full hd 30 кадров в секунду 60 кадров нам не завезли ну и не говоря уже про 4к тем не менее видео на улице получается нормальным но в помещении скажем так картинка начинает рассыпаться становится зернистый и возникают некоторые проблемы с фокусом поэтому на улице вы сможете поснимать я думаю что без всяких проблем особенно если будет яркая солнечная погода но а в помещении не результат будет посредственный но а фото фото действительно получаются отличными здесь никаких вопросов нету яркие сочные ну и можно сделать вот такие вот мини шедеврики если вовремя скажем так достать телефон и запечатлеть нужный кадр но давайте посмотрим на примеры фото и видео которые у меня получились а съемка на улице ведется формате 1080p 30 кадров в секунду к сожалению не 4к не 60 кадров у нас нету но зато есть электронная стабилизация и вот такую вот картиночку мы получаем при условии хорошего освещения на улице их как мне кажется ну по крайней мере на экране камеры выглядит все неплохо давайте попробуем фокусировку и передний план задний план передний задних да вроде фокусируются ну и вот такое вот видео получается при съемке на фронтальную камеру она тоже с электронной стабилизации 1080p 30 кадров в секунду и как мне кажется картинка немного пересвечено немножко блекло хотя задний план проработан неплохо но вот угол к сожалению недостаточно широкий приходится очень далеко руку мне сейчас выдвигать для того чтобы мое лицо было полностью в кадре но вот такую картинку вы получите при съемке на улице на фронтальную камеру poco m3 pro съемка в помещении 1080p 30 кадров в секунду это максимальное разрешение на которое способен данный смартфон благо есть электронная стабилизация ну и в условиях недостаточного освещения картинка получается не очень хорошей насколько я вижу есть проблемы с экспонированием есть проблемы с автофокусом в общем не конек видеосъемка в условиях плохого освещения но и как я и говорил здесь в принципе каких-то вопросов к модулю камеры у меня нету даже в помещении удается сделать четкие кадры причем так называемый ночной режим позволяет вытянуть дополнительные детали и сделать кадр более четким и ясным в общем мне действительно понравилось как фотографирует этот 48 мегапиксельный модуль но а видео видео для видео вам нужно покупать более серьезную технику тот же poco x3 pro либо poco f3 понравился ли мне телефон да однозначно понравился он значительно интересней своего брата poco m3 он стал легче он стал тоньше он стал шустрее да и в принципе стал намного интересней за счет экрана 90 герц потерял стереозвук к сожалению по дороге но мне кажется это невысокая цена за дополнительные фишки которые мы получили и ценник который на выходе мы имеем за 11 12 тысяч рублей на старте продаж на али вы могли купить данное устройство в общем я телефончик однозначно рекомендую особенно если вы подыскиваете сейчас недорогое устройство которое совмещает в себе игровую производительность и неплохую камеру для повседневных фото в общем телефончик получился действительно годный и как мне кажется всяко интересней poco m3 учитывая наличие модуля nfc экрана 90 герц из современного процессора diamond city 700 ну что ж друзья буду заканчивать надеюсь вам понравилось обязательно поставьте лайк этому видео если это так ну и подпишитесь на канал если еще не подписаны нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео ну а я буду заканчивать с вами был айс всем пока